Шестой, мы сейчас в трудной ситуации. На целом свече трва балька с пандемием коронавируса. Дище поразмовямы с дженникарком пани Ирином Замошном и запытамы, як ваш не выглядит ситуация в Белогороди. Здравствуйте. Здравствуйте, Аня. Когда был зарегистрирован первый случай заболевшего коронавирусом и как сейчас выглядит ситуация в Белгороде. Первый случай был зарегистрирован в начале марта. Эта девушка, она приехала из Италии. Сначала она приехала в Москву, потом приехала в сам Белгород. И здесь уже почувствовалось себя плохо. Ее сразу же направили в столицу, в Москву. Под наблюдение сразу же взяли ее родители, ее молодого человека, но ее же выписали, то есть девушка здорова. На сегодняшний день в регионе 14 заболевших. Из них половина это жители Белгорода, в том числе и есть 9-летний ребенок. Хотя говорят, что в основном вирус распространяет пожилых людей. За последние сутки только выявлено три случая и один человек уже выздоровел. Летальных исходов, к счастью, пока у нас нет. В целом же по стране инфицированных за последние сутки увеличилось на 1154 человека и всего зараженных по России почти семь с половиной тысяч. Умерло за сутки 54 человека и выздоровела 88, а за весь период пандемии почти 500 человек. Вы говорили про пожилых людей и то, что они попадают в группу риска. А как их спасают от пандемии коронавируса? Как сейчас? Какие действия направлены на это? Ну, в первую очередь, это помощь волонтеров. То есть пожилым людям сейчас вообще нет необходимости выходить на улицу. Волонтеры и обеспечивают их лекарствами и продуктами. Заказ пенсионер оплачивает уже, когда ему доставят его. И эта система достаточно хорошо налажена в Белгороде. Много поступает заявок, много поступает вопросов. Кто-то хочет просто пообщаться, потому что с такой ситуацией столкнулись впервые, да, сидя в доме. Никуда нельзя не выйти, ничего. И волонтеры... А сейчас тоже период самоизоляции? То есть люди сидят дома, не выходят на улицы? Да. До 30-го апреля продлен режим самоизоляции. То есть по возможности рекомендуют не выходить из дома. Это либо погулять с питомцем можно, либо выйти в магазин ближайший, ну, либо в аптеку. А какие еще меры безопасности были предприняты и что планируется сделать в ближайшем будущем? Какие планы? Ну, отмечу, что в городе и в регионе медучреждения готовы к приему больных. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования и тестов на коронавирус. Продумываются меры поддержки, опять же, малого бизнеса, повторюсь. Также власти региона планируют поддержать попавших в трудную жизненную ситуацию белгородцев подовольственными наборами. Это, ну, товары первой необходимости, да, продукты питания. Это макароны, хлеб, молоко, все, что нужно, в общем. А как обстоят дела с предметами защиты первой необходимости? Масочками и перчатками? Да, аптеки у нас работать продолжают, но медицинских массы, к сожалению, не всегда можно найти, поэтому некоторые организации города и области приступили к их пошиву и сейчас должны справиться с этим дефицитом как-то. Очень надеемся, потому что массы действительно не хватает всем, кому это нужно. А как с коммуникацией? Как сейчас обстоят дела со школами, транспортным сообщением? Да. Одна, наверное, из основных мер, как и по всей стране, это большинство граждан перевели на удаленную работу. Вузы, школы также на дистанционном обучении находятся. Вот вчера школьники вышли на каникулы, вчера был первый день именно дистанционного обучения. Все количество рейсов общественного транспорта также уменьшилось. То есть, если раньше у нас был и ночной рейс, то сейчас только до 9 вечера ходят автобусы, чтобы уменьшить пассажиропоток. И пассажиропоток действительно уменьшился, это отмечают и глава города, и глава региона. Огромное спасибо вам, Ирина, за сегодняшнее интервью. Прежде всего, желаем всем жителям Белгорода крепкого здоровья в преддверии праздников. До свидания. Спасибо большое. Тоже держитесь. Мы, надеюсь, мы справимся с пандемией. Рубниз дянькуемы паисту за угландание. Челебысь бы еще приказать рубежение, прежде всего здоровья. И захэцаемы до угландания часу на ополя. Хроньте себя и своих близких. До услышения.